Патриотический митинг на московском стадионе Лужники с выступлением Владимира Путина. Патриотический митинг на московском стадионе Лужники с выступлением Владимира Путина. Патриотический митинг на московском стадионе Лужники с выступлением Владимира Путина. Я жив. И я хочу дожить, чтобы увидеть своими глазами конец. Победа Украины уделен украинский журналист и культуролог Евгений Голубовский. Патриотический митинг на московском стадионе Лужники с выступлением Владимира Путина. И дали очень точные прогнозы. И указали очень точно на время начала вторжения. И на основные направления этого вторжения. На основные задачи этого вторжения. Даже эти разведки в этом месте ошиблись. И консенсусом было то, что Украина не сможет сопротивляться. И подробно рассматривали разные варианты. Правительство в изгнании. И совершенно не случайно предлагали тогда президенту Зеленскому и его администрации эвакуироваться из Украины. И управлять ею извне. И тогда он произнес свою знаменитую фразу, что мне нужно оружие, а не такси. Он сказал это по-английски, поэтому это там по-разному можно переводить. Но было общее представление, что это война неравная. Это война громадной военной силы, второй, а то, может, и первой армии в мире. И, так сказать, вот региональной страны, которая ничего не сможет противопоставить. Год спустя мы видим колоссальное изменение ситуации. Мы видим войну, в которой от этой второй армии мира ничего не осталось. Мы видим войну, в которой эта вторая армия мира оказалась, собственно, главным фейком этой войны. Вообще, если говорить о фейках, очень много фейков. Мы бесконечно обсуждаем какие-то фейки, но главный фейк – это вот это. И еще одним фейком оказалось то представление об украинском народе, которое Кремль сам себе внушил. Напоминает российская правозащитница Алена Попова. Год назад никто в Кремле не ожидал, что украинцы будут сражаться за свою родину. Думали, что перед лицом смерти люди сдадут свои города, откажутся от свободы, предадут все свои принципы, согласятся на рабство и унижение. В Кремле мерили по себе. Многие украинские телеграм-каналы в годовщину вторжения злорадно вспоминали торжествующие посты российских пропагандистов. Украина будет под военным контролем в течение 4-6 дней. Наши войска начали штурм Киева. Столь быстрого близкрига в истории еще не было. ВСУ может огрызаться 2-3 дня. Год спустя все это выглядит смехотворно. И тем не менее российские пропагандисты, чиновники и патриоты продолжают делать вид, что все идет по плану. Но некоторые российские военкоры звучат невесело. Например, Александр Коц. Скажу так, слава богу, что все наши недостатки вскрылись сейчас, когда мы начали операцию, а не они против нас. И хорошо, что есть понимание, куда идти и к чему стремиться в эволюционном процессе нашей армии. Она точно уже не такая, как год назад. Но и от идеала далека. Хотя на отдельных участках любо-дорого посмотреть. Горько, что оплачивать эту эволюцию пришлось очень дорогой ценой. За этот год потери российской армии, которые удалось учесть по данным из открытых источников, превысили потери в Афганистане. И очевидно, что реальные потери намного выше. Помимо боеспособности украинской армии, в России недооценили и готовность Запада единым фронтом выступить в поддержку Украины. А российские оппозиционные публицисты недооценили соглашательские настроения в обществе и в элитах, которые, немного поколебавшись, в большинстве своем встали на сторону Путина, констатирует на своем канале журналист Майкл Найки. По России мы узнали, что и действительно правит обезумевший от собственной вседозволенности диктатор при попустительстве его окружения, которое позволяло ему все это делать годами, закручивать гайки, выстраивать диктатуру и распоряжаться деньгами в угоду своим интересам. Мы узнали многое про то, что люди, которые делали вид, что они нормальные, обычные люди, и, наверное, нормальными, обычными и являлись, могут принимать очень ужасные решения и становиться на сторону зла. Мы узнали о каких-то людях, которые, наоборот, в критический момент готовы отринуть все свои регалии, все свои какие-то доходы и прочее для того, чтобы просто не примкнуть к этому злу. Я говорю об артистах, я говорю об актерах, я говорю о музыкантах, я говорю об обычных людях, которые готовы выйти из комфортного для них уклада жизни и все-таки стать на правильную сторону истории. Причем как молодые какие-то исполнители типа Нойз МС, Оксимирона, Монеточки, так и заслуженных еще в Советском Союзе людей, таких как Павла Борисовна Пугачева, как депутат Горинов, как Илья Яшин и как многие другие тысячи россиян, которые выходили на протесты после начала этой войны, ну, точнее, вторжения, которое началось год назад, которых за это арестовывали, которым дают сроки прямо сейчас. К сожалению, они оказались в меньшинстве, и большинство, оно послушно согласилось с тем, что происходит. Да, можно много рассуждать про то, что у них там не было выбора, их запугали и все прочее, но это целая череда решений, которая привела нас к этой точке, привела к точке, где мало кто уже может сопротивляться внутри России происходящему. Об успехах российской пропаганды размышляет журналист Иван Филиппов. Важная особенность зла в том, что оно редко открыто ведет себя как зло, или называет себя злом. Тот же Путин ведь не выходит под камеры и не говорит «я вас всех убью, я пожертвую ради своих амбиций десятками тысяч граждан России». «Я уничтожу украинские мирные города, приложу все усилия, чтобы стереть Украину с лица земли». «Нет», он говорит иначе, «я вас освобожу». А потом уже по городам и селам начинают работать грады и солнцепеки. Один из недавних примеров, который до сих пор из головы не идет. Российская уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила Путина за усыновленного ей 15-летнего мальчика из Мариуполя. «Владимир Владимирович, благодаря вам. Теперь я знаю, что такое быть мама ребенка из Донбасса». Я до сих пор не могу эту фразу в голове уложить. Спасибо вам, Владимир Владимирович, что вы уничтожили цветущий город, превратили его в братскую могилу, заставили тысячи людей пройти через немыслимые страдания и испытания. Ну как так? За войну и самое страшное ее преступление, за Бучу, за Мариуполь, за десятки тысяч убитых, замученных и изнасилованных несут ответственность именно те, кто громче всех проповедовал традиционные ценности. Чиновники, военные, священники, уполномоченные по правам ребенка, учителя и прочие ревнители морали. Теперь мы знаем их традиционные ценности. Это горе, разрушение и смерть. Год войны. Совершенно черно-белое время. Абсолютно ясно, где зло, а где добро. И добро непременно победит. В этом нет никаких сомнений. Михаил Ходорковский на своем канале констатирует, что за последний год зло в России вытеснило практически все. Пространство для свободы, свободы мнений, постоянно сужается. Сначала было нельзя протестовать против войны на улице. Затем криминализовали само слово «война». После под запрет попали даже звездочки по количеству и расположению, совпадающие с лозунгом «нет войне». Постепенно страна пришла к ситуации, когда попасть под административное или уголовное дело можно за желто-синие цвета на рюкзаке, за желто-синий маникюр, за частные разговоры в кафе о войне, за исполнение украинских песен, за прослушивание песен «Верки сердючки». Даже за сны о Зеленском власть, которая контролирует внешний вид, она у нас уже была. Но дела за сны не заводили, я думаю, наверное, со сталинских времен. Со сталинских времен также не было приравнивания оппозиционных взглядов к государственной измене. Теперь это снова есть со сроками, соответствующими сталинским. Именно это и можно считать причиной того, почему российское общество не поддерживает тех, кто выступает против войны, размышляет политолог Екатерина Шульман в интервью проекту ТВ2 Медиа. В несвободных обществах не существует такого понятия, как поддержка. Нечем поддерживать, понимаете, нет вот этой вот упругости необходимой. В несвободном обществе существует несопротивление. И это ровно то качество, которое воспитывается в гражданах и которое воспитывалось в российском обществе десятилетиями. Вот на это, в общем, в целом, аккуратно скажем, можно рассчитывать. На гражданскую пассивность, на разделение, на атомизацию, на запугивание. Очень эффективный инструмент, кто бы спорил. Особенно в информационном обществе. Одного там побил, одного посадил, сто тысяч напугал. Соответственно, миллион распугал. И распугал такой степени, что они разъехались. Так что вот это пока получается. Поддержка – это действие. Поддержка – это активная позиция. Для этого нужно обладать субъектностью. В несвободном обществе гражданин субъектностью не обладает. Есть и мнение, что традиция несвободы в России слишком велика, чтобы на этой почве произросло что-то, кроме автократических режимов. Путин всего лишь обнажил эту неприятную правду, пишет журналист и политолог Сергей Медведев. Я знал, что эта страна стоит на огромном вековом зле, невысказанном, неотмщенном и непогребенном. Зло не только путинизма, но зло социализма и большевизма. Зло русской империи и московского царства. Зло крепостничества и колонизации. Зло в отношениях государства и человека, и в отношениях между людьми. Зло самого государства – ревнивого, циничного, равнодушного и кровожадного. Эта привычка к ежедневному злу превратилась в фатализм, раболепие, выученную беспомощность, в антологизацию, а то и романтизацию зла, как особого пути России. Мы словно жили на тонком льду, поверх бескрайней, мутной, страшной реки. Катались на коньках, устраивали на льду пикники и хороводы, разбивали шатры. Но стоило сделать неверный шаг, угодить в трещину, и человек пропадал навсегда в этой черной воде. И порочное наслаждение от жизни в России особый русский адреналин состоял в том, что ты знаешь близость опасности. Тебя от нее отделяет лишь тонкая корочка льда. Но вот теперь река вскрылась, и все видят страшную черную воду, которая несет мусор, обломки, человеческие тела. Это и есть Россия. Люди жмутся по льдинам, на них продолжается жизнь, но больше не нужно притворяться и говорить, что мы не знаем, что там подо льдом. Война вскрыла сущность России. Есть и те, кто не согласен с такой постановкой вопроса и верит, что у России и российской культуры есть будущее. Бороться за это будущее призывает писатель Борис Акунин. Я считаю малодушием и капитулянством эмигрантские призывы отвернуться от своей страны, от ее культурного наследия, да и от ее истории, в которой кроме тиранов и мерзавцев было много, намного больше, чем мерзавцев, людей светлых, достойных и даже святых. Те, кто готовы отказаться от Пушкина, Цветаевой, Мандельштама, Булгакова, Сахарова, тем самым соглашаются отдать все прошлое, настоящее и будущее Путину. Каждый, кто не молчит, кто пытается что-то сделать, хотя бы просто убеждать своих знакомых, открывать им глаза, участвует в главной для нас битве – битве за Россию. Это битва за умы и сердца народа, которые однажды скинет этот режим. Никто, кроме россиян, этой работы не выполнит. Ни Украина, как бы доблестно она ни сражалась, ни мировое сообщество. Российское общество расколото войной, говорит на своем канале журналист и видеоблогер Илья Варламов. Мы сами не заметили, как разбежались по разным окопам. Одни категорически не принимают войну и желают скорейшего поражения России, другие, наоборот, считают, что Россия все делает правильно и ждут падения Киева. Люди, которые еще вчера дружили, общались, вместе жили, называют друг друга кто-то предателем, а другие называют оппонентов зетниками. И этот раскол прошел по семьям, по друзьям. Родители перестали общаться со своими детьми, родственники, живущие в разных странах, начали друг друга ненавидеть. И это тоже последствия отравления ядом пропаганды. Но нужно понимать, что война рано или поздно закончится. Все войны заканчиваются. А жить потом как-то будет надо. Да, безусловно, есть те, кто должен понести наказание за развязывание войны. Те, кто отправил на смерть людей. Те, кто засирал им мозги. Те, кто отдавал приказы. Нам предстоит расследовать еще военные преступления и наказывать военных преступников. И нам еще придется найти общий язык внутри общества, научиться прощать и договариваться. В восстановление справедливости верит историк Сергей Абашин. Когда-нибудь этот день станет днем мира и памяти всех тех жертв и страданий, которые от имени России были принесены разным странам и народам. Власть имущие будут приходить к мемориалам, отдавать знаки уважения погибшим и пострадавшим, осуждать преступления предшественников-узурпаторов и обещать никогда их не повторить. По телевизору будут показывать художественные документальные фильмы об ужасах войн и репрессий, о мужестве тех, кто сопротивлялся и победил, о любви и красоте нашего мирного мира. Россияне, кому что важнее, пойдут в храм и помолиться о мире. Кто-то поднимет рюмку за мир, кто-то просто подумает и даже скажет, что жизнь невозможна остановить ракетами и пропагандой. Она все равно окажется сильнее. Мир и справедливость все равно победят. Так обязательно будет. Но украинцам не стоит на это рассчитывать, говорит на своем канале украинский журналист Виталий Портников. Никто не знает, какой будет судьба России. Я всегда советую украинцам не жить мечтой о российских изменениях и не связывать окончание войны и победу над Россией с внутренними изменениями в этой стране, а готовиться с тем, что на протяжении будущих лет, десятилетий соседом Украины будет агрессивная страна, целью которой будет уничтожение украинского государства и изгнание украинского народа с территории его постоянного проживания. И с этой же страной могут соседствовать поколения украинцев. И ожидать спасения от внутренних проблем в России – это детский инфантилизм, который приведет только к краху украинского государства и к изгнанию украинцев в земельях постоянного проживания и заменению из них русскими. Не в этой войне, так в следующей. Поэтому единственная задача – это безопасность. Мы должны добиться того, чтобы граница между демократиями и диктатурами проходила по государственной границе Украины, даже если с точки зрения России и Китая это будет всего лишь демокрационная линия между демократиями и диктатурами. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Вы слушаете «Цитаты свободы», подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Незадолго до годовщины вторжения на московском стадионе «Лужники» прошло то, что в народе давно получило название «Путинг» – митинг-концерт с участием президента России. Этот жанр за последние годы уже стал привычным, и никто не ожидал от него ничего нового. Но использование в пропаганде детей из Мариуполя и попытка у строителей мероприятия апроприировать песни Виктора Цоя группа «Крови» вызвали у комментаторов острое чувство. Музыкальный критик Арсений Троицкий на канале Игоря Нолгрым назвал исполнение песни Цоя «мародерством». Как вы знаете, российская армия отличается сейчас мародерством на оккупированных территориях и тащит домой все, что плохо лежит, включая унитазы, раковины. Ну, я уже не говорю там про всякую электронику бытовую и так далее. Ну, вот точно таким же мародерством занимаются российские пропагандисты и деятели такой культур агитации, скажем так. То есть песня Цоя «Кукушка» уже пела какая-то девушка год назад на аналогичном сборище. Теперь дело дошло до группы «Крови» в исполнении группы «Товарищей», среди которых я узнал, по-моему, Харатьяна и Скляра, по-моему. Кто там еще? Кормохина. Понятно. Я даже не знаю, что это за персонажи. Ну, что можно сказать? Это все максимально цинично. И я думаю, что это все абсолютно беззаконно, потому что у Цоя имеется наследник и правообладатель. Его материал — это его сын Саша Цой. У меня нет ни малейших сомнений, что к Александру Цою никакие организаторы этого позорного митинга, концерта не обращались с тем, чтобы получить разрешение на то, чтобы исполнить песню Цоя. То есть это было сделано абсолютно пиратским образом, наверняка. Если бы они обратились за разрешением, думаю, что вряд ли наследники Цоя, его родственники, его друзья им бы это позволили. О том же пишет создатель радиостанции «Наша радио» Михаил Козырев. Патриотическое изнасилование памяти Виктора Цоя продолжается. Ничего талантливого вся эта Зет Кодла сочинить не может. Вот и натягивает группу крови на свой пластмассовый русский мир. Виктор никогда бы не вышел на такую сцену. Виктор никогда бы не стал ручным артистом. Виктор никогда бы не поддержал войну. Пропагандисты объявили, что на концерте присутствовало 200 тысяч человек. Но известно, что мест на стадионе Лужники только 75 тысяч. И на трансляции было видно, что многие из них пустуют. Известно и то, что на такие митинги люди ходят не по зову сердца. Напоминает на своем канале редактор «Репаблин» Дмитрий Колезев. Смысл этого пропагандистского шоу очевиден. Показать самим россиянам, что большинство жителей страны поддерживают войну и своего президента. Раз целый стадион собрался и так энергично приветствуют его. Но еще раз напомню, как в таких случаях заполняются Лужники. Бюджетникам и студентам, начальство, преподаватели говорят, нужно обязательно в этот день приехать в Лужники. Предоставляются автобусы. Тех, кто едет, премируют. Тех, кто не едет, депримируют или еще как-нибудь наказывают. Это рассказывают журналистам люди в толпе. На самом деле, даже попасть на стадион случайному человеку нельзя. Все по билетам, которые распространяют вот как раз через предприятия или через студенческие организации. А еще собирают по чатам массовку за 500 рублей. Так что не стоит думать, что весь российский народ слился в экстазе со своим президентом. Это неплохо отрежиссированная телевизионная картинка. Не более. Вряд ли где-то еще в мире людям платят за то, чтобы они ходили на концерты, а не наоборот, пишет Александр Невзоров. Путинский концерт в Лужниках 22 февраля должен войти в Книгу рекордов Гиннеса. Еще никогда ни один исполнитель не платил столько своим зрителям. Лужники – это абсолютный рекорд лжи и фальши. Режим купил себе 75 тысяч зрителей, чтобы исполнить перед ними ритуально-патриотические кривления ни о чем. В любом случае, заявище в Лужниках было весьма унылым. Тоталитарный режим мог бы организовать и что-то помасштабнее. Иронизирует на канале «Живой гвоздь» Сергей Алексашенко. Я всем желающим советую посмотреть хронику или фильмы, сделанные Леней Рефеншталь, о том, как такие праздники, митинги, концерты устраивались в гитлеровской Германии. Вы поймете, что и народный энтузиазм, и торжество миллионов, и аплодисменты, и выражение лиц. В общем, все было лучше. Вот просто, с точки зрения эстетической. Ни коим образом не сравнивая Путина и Гитлера, ни коим образом не сравнивая эти режимы. Но, в общем говоря, вот эти авторитарные диктаторские праздники, они могут выглядеть галаздо лучше. Ну, или посмотрите, какие праздники закатывает Китай на свои национальные дни. Праздник, Новый год или день. У нас был же в прошлом году, когда в 2019 году, сколько, 70 лет было создание КНР. Ну, в прошлом случае, фантастическое зрелище. Поэтому то, что мы увидели в Лужниках, это такой достаточно убогий концерт. Да, который, ну, на современную, даже на современную эстраду не тянет. Но некоторых комментаторов это зрелище развлекло. Вот что пишет публицист Андрей Майдин. А вы знаете, я посмотрел с интересом очередной Путинг в Лужниках. Не знаю, кто автор этого действия, но это был настоящий триумф постмодернизма. На первой же минуте Владимир Машков в окружении мужчин в черных хиджабах обратился к мировому сообществу. Не воюйте с русскими. На третьей минуте вышел человек на костылях и сказал, «Украина хотела нас уничтожить». То, как происходила борьба со злом, выразительно изображал неоднократно выходивший на сцену балет «Тодес». Героев, защищавших родину от НАТО, трогательно обнимали детишки с накрашенными губками. Зал не истостывал, размахивая красными флагами с серпом и молотом, хоругвями с ликами святых, портретами Ахмада Хаджи Кадырова и выполненной из ярких материалов иностранной буквой «З». На фоне всего этого разнообразия народные артисты исполняли песни известных сторонников специальной военной операции Булата Акуджавы и Виктора Цоя. Под конец вышел совершенно карикатурный «Дедушка Путин», подъехавший к ложникам, как утверждают очевидцы, в сопровождении личного комплекса «Панцирь-С1». Интересно, что концерт составился в день присоединения к России так называемых республик Донбасса. Но эту тему устроительные действия как будто решили не педалировать. Почему, рассуждает на своем канале политолог Федор Крашененников. Во-первых, путинская политика – это политика нормализации своих преступлений. Это, кстати говоря, было опробовано еще на Крымской тени. То есть после того, как Крым был оккупирован и объявлен в присоединении к России, в общем, его перестали подавать публике как нечто особенное. Ну, потому что если постоянно как бы педалировать тему «Крым-Крым», как, допустим, многие в Украине считают, это на самом деле опасно, потому что ты тем самым как бы подчеркиваешь, что с Крымом что-то не то. А вот если его просто включить в список регионов и говорить о нем, ну да, через запятую, вот разные регионы России и Крым, то это как раз-таки позволяет нормализировать ситуацию. Ну, что делать? Ну, вот Крым и Крым. Камчатка там где-то, Ямау, Крым. Ну, Россия большая, регионов много. Я думаю, что то, что они не хотят педалировать эту тему, ну, просто а зачем? Вот вроде как просто регионы России обычные, такие, как и все, а главный праздник – это вот День защитника Отечества. Хотя я думаю, на самом деле, конечно, это все приурочено к началу войны. И в том, что в Лужниках, по сути, праздновали годовщину войны – отдельный ужас этого патриотического шаваша, пишет блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ. Допустим, у вас нет сочувствия к ежедневно гибнущим украинцам. Их вам не жалко, ведь именно из чувства сострадания вы пришли их освобождать и, как истинные освободители, плевать хотели на жизни заложников. Примеру тому вновешая история России предостаточно. Но в то же время ежедневным обстрелом подвергаются Белгородская и другие приграничные российские области. Во все регионы страны идут цинковые гробы с останками ваших соотечественников, а выживших, но искалеченных так много, что Путин даже анонсировал создание многомиллиардного фонда для их поддержки. Вы это собрались отмечать в Лужниках? Вы раздали массовки по 500 рублей и включили фонограмму Газманова, чтобы отметить то, что русский парень из Саратова остался без ног, а в Забайкальском крае, Дагестане и Башкирии солдатские матери почернили от горя, похоронив своих детей. Вы ради этого еще и салют устроите. Что вы сегодня празднуете? Это же рафинированный сатанизм. Интересно, что митингом-концертом остались недовольны и многие так называемые зэк-патриоты. Накануне Евгений Пригожин пожаловался, что вагнеровцы гибнут на фронте из-за того, что Миноборона не дает им снарядов. После этого патриоты требовали в соцсетях, чтобы артисты произнесли со сцены в Лужниках снаряды вагнерам. Но артисты, разумеется, не сказали ничего, что не было предварительно утверждено начальством, и расстроили патриотов. Надо же, оказывается, все это было не по убеждениям, а ради денег, разочарованно писали в ЗЭТ-каналах. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин